МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава государства Касым Жомар Токаев принял Аким Алматинской области. Аманда Кбаталов ознакомил президента социально-экономической ситуации в регионе и ходом реализации послания. Глава государства указал на важность исполнения социальных мер, обозначенных в послании, а также поддержки малого и среднего бизнеса в условиях продолжающейся пандемии. Президента проинформировали об обеспечении жильем населения, прежде всего, социально уязвимых категорий граждан, в рамках программ 5.10.20 и 7.20.25. Также на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития аграрной отрасли и привлечения инвестиций. Аким Албас рассказал о мерах по дальнейшему продвижению внутреннего туризма, организации учебного процесса в период пандемии. В завершении встречи глава государства поручил обеспечить заданные показатели социально-экономического развития области. Продолжаем выпуск. Первая волна коронавируса пройдена. Однако эксперты предрекают вторую волну. И уже в сентябре к ней Алматинская область ведет полную подготовку. В руководством области закупаются 180 автомашин скорой помощи. В 10 больницах региона устанавливаются кислородные станции. К слову, оснащенность материально-технической базы в сфере медицины достигнет 89%. Свою лепту в общее дело вносят совместными усилиями национальные и международные компании-гиганты. Они передали Алматинской области 50 кислородных концентраторов. В такое тяжелое время мы должны действовать сплоченно, отмечают ответственные лица. Заместитель Аким Алматинской области Батышан Байжуманов поблагодарил компании за жест доброй воли, отметив, что аппараты будут распределены по медицинским учреждениям области. В Алматинской области выделено дополнительно 7,3 миллиарда тенге на материально-техническое оснащение наших больниц, за счет которых будет закуплено 3 компьютерных томографа, более 100 ИВЛ-аппаратов, также концентраторы предусмотрены, покупка более 100 штук. Между двух огней сотни талтыкурганских водителей работают с нарушением санитарных норм. Эти факты были выявлены членами мониторинговой группы на утреннем рейде. Если из-за отсутствия защитных масок и перчаток водители общественного транспорта безропотно писали объяснительные, то предъявленный перегруз салона аргументировали вескими доводами. В сложившейся ситуации разбирался наш корреспондент Гульмира Тимиргалеева. Ежедневно автобусы осуществляют перевозку тысяч пассажиров, а значит их салоны могут быть очагом заражения COVID-19. Наличие масок и перчаток для водителя – не прихоть, а требование санитарных норм в период карантина. Их выполнение проверили члены мониторинговой группы. Как выяснилось, из 10 водителей лишь двое экипированы в защитные средства. При посадке пассажиров я проверяю у них наличие маски, потому что эти меры в первую очередь нужны для безопасности, ведь вирус еще не отступил. Так же и сам нашу маску и перчатки. По мере выхода в рейс в каждом автобусе должна проводиться санитарная обработка. Однако рейд показал, что многие водители попросту пренебрегают требованиям. Переполненность салонов общественного транспорта – еще одна проблема для членов мониторинговой группы. В ходе рейда были выявлены многочисленные нарушения. У многих водителей автобусов не было масок, перчаток. Большая проблема для нас – это несоблюдение по заполняемости салонов автобусов. Есть замечания и к пассажирам. Сегодняшние нарушители будут привлечены к ответственности по статье 425 пункт 1 административного кодекса. Это штраф в размере 30 мрп. Однако у положения есть и обратная сторона. Не брать пассажиров при полном салоне водители не могут. Как нам быть в этой ситуации? С одной стороны, требуют соблюдать санитарные нормы. С другой – план – 18 500 тенге. Когда была чрезвычайная ситуация, нам его сокращали. Да мы толком и не работали. А сейчас должны по полной отрабатывать. Мне же еще семью кормить надо. И на топливо деньги нужны. Жалуются на сложившуюся ситуацию и сами пассажироперевозчики. Мол, нет прибыли, чем-то и как-то нужно оплачивать кредиты. В сложном положении оказались многие бизнес-формирования. Но элементарных санитарных правил никто не отменял. Потому работа общественного транспорта в областном центре остается на особом контроле мониторинговой группы. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Гульмира Тимиргалиева, Айдус Калиев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. С 1 сентября в Алматинской области приступила к работе служба экстренного реагирования по вопросам семейно-бытового насилия. Звонки принимаются по номеру телефона 111 круглосуточно. Все обращения строго конфиденциальны. Инициатива создания колл-центра принадлежит Республиканскому общественному совету по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при партии Нур-Отан. Внедрение системных решений по предотвращению насилия и алгоритмы работы единой службы реагирования обсуждались во время прошедшего онлайн-совещания партии Нур-Отан. Здесь обсуждались алгоритмы предстоящей работы. Это и консультации для обратившихся в колл-центр с вопросами об имеющихся госпрограммах, инфраструктуре, о местонахождении кризисных центров и неправительственных организаций. Была также отмечена необходимость обратной связи. Любое региональное обращение должно быть на контроле области и республики. Звонки в экстренную службу 111 доступны со стационарных телефонов. В настоящее время ведется работа по подключению сотовых операторов. Следует отметить, на сегодняшний день в Алматинской области уже создано 220 групп экстренного реагирования. В их состав входят представители комиссии по делам несовершеннолетних, участковые, патронажная служба, работники Акиматов. Экстренная служба 111 работает круглосуточно и отвечает на вопросы по семейным и бытовым насилиям. Именно если есть такие факты, и по защите прав детей, женщин, если есть такие вопросы, если есть такие проблемы, можно набрать номер 111 и обратиться. А эти же предложения и жалобы будут рассматриваться на оперативных группах. В оперативных группах работают именно те специалисты, которые непосредственно занимаются решением этих проблем. Продолжаем выпуск. 8 миллиардов 600 миллионов тенге из республиканского бюджета выделено на закупку компьютерной техники для школьников. Об этом заявило руководство управления образования в ходе брифинга на площадке ЖТСУ «Медиа». Уже до конца октября решится проблема недостатка ноутбуков, планшетов и персональных компьютеров у детей, не имеющих возможности обучаться в режиме онлайн. Решается в Алматинской области и другая проблема – доступность интернета в селах. Более 37 тысяч Wi-Fi роутеров закупят и раздадут семьям, но только в те населенные пункты, где есть зона мобильного покрытия интернета. Стоит отметить, в населенных пунктах, где сети нет вовсе, школьники обучаются в традиционном режиме или по телеурокам. Около 39 тысяч учащихся у них нет сейчас интернета, но для решения этой проблемы мы закупаем роутеры. На это тоже выделены средства с местного бюджета. То есть эти роутеры, они уже будут с сим-картами и с тарифом. Данные роутеры мы сначала именно хотим раздать детям Карасайского, Талгарского, Имбекши-Казахского, Ильисского районов и города Талдыкурган, потому что именно в дачах у «Казахтелекома» нет возможности проводить какой-либо интернет. Из государственного бюджета похищены 14 миллионов тенге. На ремонт дорог сельского округа «Заречный» в рамках программы «Дорожная карта занятости» были выделены средства. Однако должностные лица государственного учреждения отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта города Капшигай подозреваются в подписании акта выполненных работ и перечислению денежных средств за фактически невыполненные условия контракта. В результате это привело к причинению государству крупного ущерба в размере более 14 миллионов тенге. Антикорбационную службу по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц государственного учреждения отдела пассажирных транспорта и автомобильных дорог города Капшигай по подозрению в совершении хищения бюджетных денежных средств путем подписания фиктивных договоров за фактически невыполненную работу, что повлекло к причинению ущерба государству в крупном размере, то есть 14 миллионов тенге. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемые в серии краж из автомобилей задержаны в Алматы. Как сообщили в местной полицейской службе, в распоряжении подразделения розыска находилась оперативная информация о том, что в городе Алматы осуществляют свою преступную деятельность группа мужчин. По данным полиции, они с помощью технических устройств считывали данные с пультов транспортных средств. В отсутствие хозяев скрывали их и похищали ценные вещи. Оперативным путем, а также посредством систем видеонаблюдения города удалось выйти на след подозреваемых. Минувшим вечером их машина была блокирована на проспекте Рыскулова. В ходе досмотра транспортного средства обнаружены и взяты самосканирующие устройства, несколько ножей и мобильных телефонов. В настоящее время устанавливаются преступные эпизоды на счету этих мужчин. По предварительным данным, они могут иметь причастность к серии краж на территории Алматы и соседних областей. В Казалардинской области выявлены две крупные наркоплантации. В ходе оперативно-профилактического мероприятия Карасура сотрудниками Жанна Курганского районного отдела полиции выявлено два крупных наркопосева среди песков на западной стороне поселка Келентобе. Следственная оперативная группа на месте происшествия обнаружила в местечке Караой более 5000 кустов наркосодержащих растений зеленого цвета. На месте происшествия задержаны трое подозреваемых за оккультивирование наркосодержащих растений, один из которых житель города Алматы и двое жителей Казалардинской области. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания Жанна Курганского РОП. По данному факту ведется досудебное расследование. Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков уступил россиянину Владимиру Минееву на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. На кону в этом поединке стоял пояс чемпиона Fight Nights Global в среднем весе. Минеев подтвердил статус фаворита и одержал убедительную победу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом Владимир Минеев стал новым чемпионом Fight Nights Global. Для российского бойца эта победа стала 14-й в его профессиональной карьере. Что касается Даурина Ермекова, то он потерпел пятое поражение в ММА. Общественный фонд Саликал Орпак подарил 500 ноутбуков детям Алматинской области. Ценная электроника роздана детям-сиротам и школьникам из малоимущих, многодетных и неполных семей. Подарки действительно нужны, говорят организаторы. Особенно на фоне дистанционного обучения. 200 ноутбуков выделены для школьников Талдыкургана. Остальные направят в регионы. К слову, фонд Саликал Орпак проводит благотворительные мероприятия на постоянной основе. Строит мечети, оказывает финансовую поддержку нуждающимся, обеспечивает их продовольствием. Также строит 220 домов в пострадавшем Ахтаральском районе. Общественный фонд Булатна Назабаева Саликал Орпак в этом году при пандемии коронавируса раздает детям города Алматы и Алматинской области тысячи ноутбуков. Наша цель, чтобы дети в этот период не отставали от знаний, приобретали хорошие полезные знания и учились отлично. Потому что наша цель, чтобы наши дети были образованными. Награда нашла своих героев. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области наградили Даурена Жаркомбекова и Елену Подалкину, спасших девочку, упавшую в реку. Напомним, 11 мая 18-летний житель города Текелей Даурен Жаркомбеков совершил настоящий подвиг. Рискуя собственной жизнью, спас тонущую в реке чажа трехлетнюю девочку. Даурен сразу проверил пульс малышки, уже бывшей без сознания. Затем попытался самостоятельно оказать и первую медицинскую помощь. Но более профессионально это сделала проходившая в тот момент мимо жительница города Текели Елена Подалкина. Общими усилиями, путем искусственного дыхания и непрямого массажа сердца Нису Сагат удалось вернуть к жизни. За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении жизни людей, Елена Подалкина отмечена благодарственным письмом, председателем комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Адаурен Жаркомбеков награжден медалью МВД Республики Казахстан за спасение утопающих. Самое главное, что мы смогли спасти девочку, и что она живая, и что здоровая. Мы сначала, конечно, не поняли, в чем проблема, а я еще так подумала, что парень побежал, нужен ему этот пакет, а когда он вытащил девочку, тут, конечно, сомнений сразу не стало, что девочка, наверное, долго плыла, потому что и холодно было, в курточке девочка была. Когда Даурен вытащил, я сразу, конечно, спрыгнула, как смогла, тоже помогла. Я очень рад, что получил такую награду. Благодарю сотрудников ДЧС за медаль. Я не считаю себя героем. На моем месте любой бы поступил бы так же. Пусть в нашей стране будет поменьше чрезвычайных ситуаций. Более 216 миллионов тенгеев выделено в 2020 году на капитальный ремонт вспомогательного оборудования двух котельных Талдыкургана и тепловых сетей площадью свыше 5 квадратных километров. Этому поспособствовала инвестиционная программа, утвержденная Департаментом комитета по регулированию естественных монополий. Как проходит подготовка к отопительному сезону в нашем областном центре узнаем из материала Евгении Присяжной. На сегодняшний день на двух объектах теплотворного комплекса продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Это котельные, расположенные в восточном микрорайоне и на территории завода Арман. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе в летнее время и увеличение заболеваемости среди работников предприятия теплосервиса, план инвестиционной программы выполнен на 75%. Департамент комитета по регулированию естественных монополий Палматинской области ежегодно утверждает инвестиционные программы для субъектов естественной монополии. По проводимым работам было ознакомлено ход и вложенные средства на текущие капитальные ремонты этих котельных, а также были проинспектированы, что утеплительные работы по этим трубопроводам проводятся в должном образе, что соответствует возложенных средств на инвестиционную программу на 2020 год. Котельная в Восточном микрорайоне построена в 2015 году. Общая установленная мощность четырех водогрейных котлов 19,5 гигакалорий в час. Оборудование котельной отработало без аварий на пять отопительных сезонов. В 2020 году возникла производственная необходимость в полной замене экранных труб внутри котла с восстановлением обмуровки. На сегодняшний день ремонтные работы здесь окончены и котельная готова к работе. Наша котельная отапливает Восточный микрорайон и девятую площадку. Готовность 100%. Обслуживающий персонал котельной 29 человек вместе с ЭТР. За год мы где-то сжигаем 11 тысяч тонн угля. То есть остальное заготовили уже где-то на площадке 2000 тонн угля. Проведены капитальный ремонт котла номер 3. Провели текущий ремонт вспомогательного оборудования ну и теплосетей. Квартальная котельная номер 4 расположенная в районе завода Арман построена в 2016 году по программе Нурлы Жол. Здесь установлены три водогрейных котла общей мощностью 30 гигакалорий в час. По проекту в инвестиционной программе на 2020 год здесь проведен капитальный ремонт дымососов, вращающихся механизмов и другого вспомогательного оборудования. Ожидаемый экономический эффект после проведенного ремонта очевиден. Это и увеличение КПД котлов, и повышение уровня надежности оборудования и безаварийное прохождение предстоящего топительного сезона. На балансе котельной находится и около 180 километров тепловых сетей. Из них более 14 километров от котельной до потребителей. Более 5 километров надземного трубопровода в этом году утеплят пенополиуретаном. Это снизит теплопотери и обеспечит потребителей данного района качественным и надежным теплоснабжением. В целом готовность котельной порядка 90% уже есть. Топливо сейчас на складах 35 тысяч есть. В сентябре еще планируем получить где-то 15-20 тысяч тонн угля и того на начало отопительного сезона мы будем иметь 45-50 тысяч тонн угля. Это согласно графику. Суточный расход зимний период составляет в зависимости от температуры наружного воздуха составляет от 800 до 1200 тонн в сутки. Ну какая зима. Договора все заключены и в последующем дальше уголь будет поступать согласно заключенного договора по графику. Предприятие Толбекурган Теплосервис объединяет в своем составе 9 котельных города, две из которых в текущем году переведены на газ за счет средств местного бюджета. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. 26 мастерских, свыше 200 учеников в Коксусском районе в условиях карантина действующий предприниматель с успехом совмещает работу и обучение желающих. Причем уроки он проводит бесплатно, а свой бизнес развивает благодаря поддержке государства. Подробности из материалов сюжета. Толбхан Шура мастер обувного дела и преподаватель в одном лице. Уже сейчас его учениками открыты 26 обувных мастерских по всему Казахстану. Семеро учеников, как и Толбхан, являются участниками программы «Бастау-бизнес». Из 200 моих учеников трудоустроились почти 70. Моя цель наладить выпуск обуви отечественного производства по всей республике. Большую поддержку в этом не оказывает палата предпринимателей. Я участник государственной программы «Бастау-бизнес». Получил грант в 1 миллион тенге. Собственное производство обуви Амантай Абдрасыл открыл благодаря гранту по программе «Бастау-бизнес». На полмиллиона тенге куплены швейные машины. Тогда же появился и первый ученик. В год шьют около 500 пар обуви из натуральной кожи. Из-за пандемии обучение по программе «Бастау-бизнес» проводится онлайн. С начала года в Куксовском районе 130 человек уже получили сертификаты. В настоящее время азы предпринимательства познают еще 30 будущих бизнесменов. Программа «Инбек» 2017-21 года. По этой программе мы уже обучили в прошлом году 350 человек. Больше 100 человек получили гранты. Есть и гранты, есть и финансирование под 6%. То есть наши ученики могут как кредит получить, так и в грант участвовать. Помимо этого есть гранты программы «Дорожная карта бизнеса». То есть они могут участвовать и там. То есть гранты до 5 миллионов в этом году. В Алматинской области в этом году по программам «Инбек» и «Дорожная карта бизнеса» обучилось свыше 2,5 тысяч человек. Более 900 из них уже получили гранты на открытие собственного дела. У нас профинансировано свыше 900 участников, из которых более 500 участников по области получили гранты по программе «Инбек» в сумме 555 тысяч 600 тенге. Это 200 МРП. Наряду с налоговыми послаблениями для предпринимателей до 2021 года действует программа госфинансирования процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам. На эти цели дополнительно будет выделено 200 миллиардов тенге на пополнение оборотных средств бизнеса. Будто на Марсе в одночасье оказались жители Сан-Франциско. Из-за бушующих в окрестностях пожаров местные пейзажи напоминают декорации к научно-фантастическому фильму. В любое время суток здесь темно, будто ночью. Солнечные лучи не могут пробиться сквозь густые клубы дыма. Небо над городом окрасилось в оранжево-красный цвет. В некоторых районах Сан-Франциско с неба падает пепел. Калифорнийские пожары унесли жизни по меньшей мере 11 человек. Площадь возгорания приближается к отметке в 1000 гектаров. Арт Париж одна из самых крупных ярмарок современного искусства в Европе. Открывается во французской столице. Обычно она проходит весной, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Сначала ярмарка была отменена, но затем ее все же решили провести в виртуальном формате. Теперь же она открывает свои двери в Грам-Пале. Первая художественная ярмарка в Европе за полгода. Несмотря на то, что основное внимание приковано к объектам французского искусства, художники и галереи со всего мира вопреки потенциальному карантину, закрытию границ и опасениям свободно путешествовать, все же решили показать, а возможно и продать свои произведения в Париже. Алексей Навальный полностью пришел в себя. Он уже может говорить и помнить детали происходившего в самолете. Об этом сообщает немецкое издание «Шпигель». В статье также говорится, что оппозиционный политик физически может восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью. Полиция Берлина усилила охрану в клинике «Шарите», где находится Навальный. Что может быть связано, считает издание с тем, что он может принимать больше посетителей. Вместе с тем, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш написала в Твиттер, что статья во многом привлечена. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова